Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале «Экзегет». И сегодня мы вместе с вами вспоминаем святого, праведного Алексея Мечева, который действительно старец, любимый народом, причем особенность следующая. Ведь обычно старцы это кто считался? Это монахи, архимандриты, игумены, преподобные отцы, которые в монастырях или где-то в затворе оттуда выходят и наставляют народ. А тут вдруг оказывается, что священник, который женатый, потом овдовел, но все равно, то есть который в миру живет, в столице фактически, ну тогда Петербург, правда, а он жил в Москве, и посреди мира, но жил так, как будто вне мира. Вот в чем феномен святого Алексея Мечева, и это человек, который удивительной судьбы, и сын его, кстати, сын его Сергий Мечев, священномученик, он был преемником служения в том же самом храме, святитель Николай в Кленниках, и, к великому сожалению, потом расстрелян в 1942 году сын его Сергий Мечев. И прославлены они были, кстати, вместе в 2000 году, то есть отец и сын вместе в лике святых. А канонизация — это только констатация факта, что признается как факт, что они уже святы, и они вместе на небесах. Много удивительных вещей, такой вот промысел Божий, связанный со святым Алексеем Мечевым, потому что отец его, отец его Алексей Иванович, был регентом в Чудовом монастыре и горячо любим святителем Филаретом московским. Просто такая интересная вот история, что святитель Филарет, он собирал мальчиков с музыкальной одаренностью, чтобы готовить из них певчих, готовить их как регентов хоров. И вот когда привезли вот этого маленького Алёжу, это отец будущего святого праведного Алексея Мечева, отец, то привезли их зимой в повозках, уже время вечернее, и он задремал. И вот когда все детки вышли из повозок, то про него забыли, он остался в повозке, а святитель Филарет Московский, он как будто что-то почувствовал и стал ходить и осматривать вот эти повозки. И вдруг видит один из вот этих деток, этот маленький Алёша, он спит, и он мог просто замёрзнуть на самом деле, он мог потеряться. И вот святитель Филарет, как будто вот ему подарок от Бога, этот ребёнок, он его ласково принял, тоже провёл, обогрел, и потом он всю жизнь его поддерживал, святитель Филарет. И вот когда вот этот регент, он уже действительно получил образование, выучился петь, стал регентом Чудового монастыря и жил на подворье Чудового монастыря. Алексей Иванович женился, и вот надо у супруги его рожать первенца, а роды тяжёлые, уже много часов, и кажется, сейчас умрёт. Умрёт его супруга, приходит он в храм, печально расстроенный, заходит помолиться в алтарь, и святитель Филарет его видит, говорит, подходи-ка ты, что такое расстроенный-то? Да вот жена умирает при родах, нет, говорит, давай вот помолимся, Господь сохранит ей жизнь, и как родиться, вот назовите, ведь память же святого Алексея, Человека Божия, вот так и назовите. И действительно, всё исполнилось, рождается ребёнок, именно мальчик рождается, и по благословению святителя Филарета Московского, его назвали в честь Алексея, Человека Божия, вот так появился на свет в 1859 году святой праведный Алексей Мечёв. И, конечно, и такие интересные вот вещи, наверное, много действительно закладывается в семье, потому что там потом ещё у них рождались, конечно, братья, сёстры у него рождались, а мама его, она приютила свою сестру, ну, родители, не только мама, конечно же, и отец принял, вот сестра, которая овдовела, и у неё было ещё трое детей, а квартирка-то у Мечёвых была маленькая, две комнаты, то есть свои детки, и плюс ещё вот многодетная семья сестры-мамы. Ну, представляете, да, сколько это детей, и там все скачут, бегают, негде уединиться, и вот Алексей Мечёв, он вспоминает, что вот наша мама, она к нам намного строже относилась, чем вот к племянникам своим, то есть, ну, это и понятно, наверное, что всё-таки нужно своих строже воспитывать, а те-то они без отца остались, и вот такая вот строгость воспитания, она дала свои плоды, а кроме того, вот это вот радушие, потому что там они всё время кого-то принимали, встречали, и Алексей Мечёв, он говорит, что вот я с детства рос среди людей, то есть всё время вот люди-люди, но зато я к этому привык, да, и он научился любить людей, он научился к ним относиться с гостеприимством, с радушием, то есть встречать как своих. И ему, конечно, было непросто учиться, иногда это уже когда все ложились спать, вот он садился за книги, но учился он хорошо, и когда заканчивал он семинарию, то возникла у него такая мысль, как и у его товарищей, поступить в университет на врача учиться. А тут вот надо объяснить немножко, потому что многие не понимают, как это так, семинария, а потом вот идти в светский университет на врача. А дело в том, что в то время семинария это было немножко не то, как сейчас. Семинария это была как гимназия, где учились 8 или даже 10 лет, то есть это учебное заведение как школа для представителей духовного сословия. И семей клириков, церковных служителей, певчих шли учиться именно туда. И после семинария не обязательно можно было идти вот по духовному пути, если кто-то желал, он мог, получив это образование, поступать уже в светский университет, а так как товарищи Алексея, они хотели стать врачами, то и он тоже испытывал такое стремление, ну, конечно, не только желание товарища, а у него было стремление оказывать какую-то помощь людям, быть полезным. Но мама его остановила, причем немножко в такой вот, ну, нам выглядит это как шуточно, такой емуристичный получился этот момент. Она сказала, ну, куда, ты же такой вот маленький, какие у тебя силы для врача, вот поэтому иди лучше в священники. То есть получается, что в священнике вроде как поменьше надо сил. А Алексей, он был маленького роста, он действительно выглядел как очень невысокий, некрепкий человек, но на самом деле мама, она просто вот в простоте так вот открыла ему волю Божию, и истинная сила как раз и крепость, она и проявилась в его пути, в священническом пути. И, в общем, он, получив затем и академическое образование, он действительно вступает на этот путь, но тоже вот такие испытания, это для нас тоже урок. Вот, казалось бы, надо вот в храм идти, и там все должны тебя любовью, добротой окружать, а он становится псаломщиком в Знаменском храме, на улице Знаменки, и там был отец Георгий, настоятель. Строгий просто до невыразимости, насколько строгий. И он не только вот требовал, чтобы он был псаломщиком, но псаломщик это кто? Это тот, кто читает за богослужением какие-то вот тексты, молитвы читает, там шестопсалми, допустим, псалмы читает, каноны за службой, а настоятель требовал, и чтобы он растапливал печки в храме, и чтобы он наводил уборку, и чтобы он то делал, это делал, и все время вот все-то не так делаешь, и тут-то не прибрал, и там-то не прибрал, вот эта вот придирчивость его, и взыскивал с него, и постоянно его ругал, и даже толкал, и иногда побивал. Так что он от этого очень огорчался, но зато какую школу он получил. То есть, понимаете, вот не надо думать, что испытания, они заканчиваются на пороге храма, и, может быть, как раз вот эту вот жесткую школу надо тоже пройти, чтобы достичь определенного духовного уровня, и впоследствии отец Алексей Мечев именно вот этого вот жесткого, придирчивого настоятеля, отца Георгия, всегда поминал и молился о нем как о своем наставнике, как о своем духовном учителе, потому что он научил его долготерпению, он научил его преодолевать в себе какие-то обиды, ропот. Вот эта вот строгость, эта жесткость, она помогала работать над своими собственными недостатками, делать шаг вперед, и это урок для всех нас. Вот, получив такую школу, Алексей, он женится в 25 лет на прекрасной девушке Анне, Анна Петровна, которая на 7 лет была младше его, но отличалась она, конечно, слабым здоровьем, и жили они, в общем-то, в домике таком ветхом и сыром, и она очень страдала сердцем, а отца Алексея его назначают священником в храм святителя Николая в Кленниках, где он и стал служить. А отец Алексей, он настолько любил службу и людей, что ему казалось, что вот сейчас он придет в храм и будет всем сердцем совершать богослужения и будет приносить пользу людям, духовную пользу и всякую другую тоже пользу. И он вспоминал слова из книги Деяний, часто это вот про Первую христианскую церковь, где написано «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». То есть вот это вот единомыслие, единодушие, единосердечие, радость первых христиан, это все было живым для отца Алексея. Ему хотелось то же самое, создать церковную общину, и он начинает служить каждый день в храме. Он достаточно быстро даже заводит ежедневные всеночные, и он как рассуждал, что вот ему хочется, чтобы каждый москвич, если вот среди недели у него именины, день его небесного покровителя, то он знает, что вот есть такой храм в Москве, где непременно служится всеночная его святому и поются величания его святому, и что любой москвич мог бы в день своего небесного покровителя прийти вот на всеночный в храм отца Алексея и там поучаствовать. Вот таковы были его порывы, а в реальности что мы видим? А в реальности-то никто-то и не приходил к нему вовсе. Он был один-единственный священник. Если другие священники, когда один священник в храме, но они служили два-три раза, не больше в неделю, то он служит каждый день, а люди-то особо и не тянутся. Они не замещают отца Алексея. Они живут равнодушно, устремляясь к каким-то своим мирским задачам. И вот отец Алексей 8 лет совершает службу практически в пустом храме, и это все Москва. Это конец XIX века, и вот ответ на вопрос, почему же случилась революция. Да потому что никакой бог особо-то не был нужен. Люди ходили по своим мирским делам, поэтому потом и занялись вот этими социальными преобразованиями, переворотами, революциями. Храм был не нужен. Один протеерей знакомый говорит, вот я как не иду мимо твоего храма, все время слышу колокольный звон. Захожу внутрь, а людей-то никого. Напрасно ты звонишь в колокола, никто не придет, ничего у тебя не получится. И 8 лет он служит, все равно. То есть он понимает, что он служит ради Господа. Он совершает после литургии всегда панихиду и вычитывает все имена, которые приносят для поминания. Потом как-то был такой случай, когда приходит к нему вдруг такой пьяный человек и говорит, «Отче, помоги, погибаю, ничего вот не могу с собой поделать». И отец Алексий ему по-доброму, чуть касается его, говорит, «Пора нам с тобой заканчивать пить-то, зачем себя губить, пойдем со мной». Ставит его рядом с собой на мвоне и начинает совершать молебен. И когда он кладет земные поклоны, то и вот этот пьяный человек тоже кладет поклоны земные. И вот так вот искренне проникшись положением этого человека, отец Алексий молится о нем, отпускает его и проходит небольшое время. И потом вдруг в храм приходит этот же самый человек, но уже совершенно трезвый, в нормальной одежде, в опрятном виде. Оказывается, молитва совершила чудо. Он нашел в себе внутренние силы отказаться от алкоголя, устроился на хорошую работу, и он чувствовал, что здесь подействовала именно Божья благодать. А через кого? Через вот такого молитвенника, как отец Алексий Мечов. И люди потихонечку вот с разных сторон начинают уже идти к отцу Алексию. Идут со своими бедами, невзгодами, ищут у него совета. И храм начинает наконец-то наполняться людьми. То есть здесь уже Божья благодать привлекала, потому что сам отец Алексий был сердцем своим открыт Божьей благодати и открыт приходящим людям. Конечно, он и преподавал, он организовал школу для неимущих детей, то есть для детей, у которых родители не могли оплачивать образование, либо были сиротами. И вот он всех их старался как-то тоже обогреть, поддержать. И надо сказать, что он был очень добрым и никогда не ставил никому никаких плохих оценок, и, в общем-то, никого никогда не отчитывал. То есть вот эта вот его доброта, мягкость, в нем замечали именно мягкость и именно доброту. Но эта мягкость и доброта, она была срастворенная с благодатью Божией. И она действовала так, что людям тут же хотелось исправиться. Когда они оказывались рядом с отцом Алексием, он ходил на хитров рынок, где присутствовали разные вот, ну, уже опустившиеся, конечно же, люди. Там кто чем, конечно, занимался. И вот он им проповедовал тоже. Он постоянно и к ним шел с каким-то словом. Один раз его пригласили причастить женщину, с трудом он нашел вот этот адрес, а это была какая-то комната там на чердаке. Подымается, видит, что женщина больная-прибольная лежит, а рядом полуголые детки ползают. Голод, нищета страшная. И он не только ее исповедовал, причастил, но и оставил все средства, которые были при нем. А приходит домой, это было накануне Рождества Христова, и получается так, что своих детей нечем кормить, нечего приготовить на наступающее Рождество. И у него спрашивают, нам бы за продуктами поехать. Он говорит, ну, подождите немножко. И потом уже вот это стало для него свидетельством промысла Божия, что Господь никогда не оставит. Уже перед вечерней службой неожиданно кто-то постучал в дверь, принесли конверт, где просьба помолиться о таких-то вот людях и пожертвованные средства, как раз вот то, что помогло им самим. Вот так отец Алексий всецело доверялся Господу. Он шел к простым людям, и люди тянулись к нему. И он становится, ну, еще поначалу, может быть, он не вышел на уровень вот такого старчества, а потом происходит что? Что у него умирает в 1902 году супруга, и он поначалу очень заунывал, расстроенный, огорченный. И в это время приезжает святой Иоанн Кронштадтский, и состоялась встреча, вот эта вот знаменитая встреча отца Алексии с отцом Иоанном. И отец Алексий спрашивает, вы решили поддержать меня в моей скорби? А тот ему отец Иоанн Кронштадтский неожиданно говорит, нет, я хочу тебя поддержать вот в той радости, которая наступает в своей жизни. Ведь Господь забрал к себе твой супруг, а тебя переводит к новому служению, и ты вот не замыкайся на себе, ты открой себя бедам людей. И когда ты свое сердце откроешь людям, ты увидишь, насколько твои собственные беды, они незначительны. И вот утешая других людей, духовно утешая, ты сам обретешь огромное утешение. И вот это вот переродило отца Алексии, и он действительно всецело посвящает себя уже полному такому служению. Ну, мы скажем, что это действительно было уже такое вот старческое служение. Старца, который не просто духовник, но он проникает духовным взором в судьбы, конкретно приходящего к нему человека, и прозорливость там, и дар особенно такой сильной молитвы, и утешение. То есть к нему приезжали, это ведь уже начало 20 века, и те, у кого просто безвыходная ситуация, и в семье, там муж, допустим, пьет, колотит жену, детей, потом кто-то остается без сына, кто-то там еще чего-то. И он всех поддерживает. А наоборот, бывало так, что человек думал, что он там на войне, допустим, Первая мировая война, что вот он потерял сына, а отец Алексий говорит, нет, вот подожди, вернется. И действительно, все это исполнялось, то есть благодать Божия, она явно через него проявляла себя, и он стал таким вот всенародным утешителем, то есть когда уже отец Анкронштадтский отошел в иной мир, вот в Москве был отец Алексей Мечов, и прожил он еще, ну, фактически, 20 лет он совершал такое служение старца, хотя чисто по годам человеческим, он прожил всего лишь 63 года, но, может быть, Господь как бы уберег его от уже дальнейших таких вот ненужных вот этих вот испытаний, когда кто по застенкам, кто куда, а силы его были истощены. Он весь был отдан людям и постоянно болел, но при этом сиял удивительным светом. Вот как писал, вспоминал отец Сергий Дурылин, который был его чадом, что ты приезжаешь к отцу Алексея Мечова, и вроде бы он лежит, он больной, но в нем чувствуется такая вот радость, такая внутренняя духовная жизнь и сила, что он тебя оздоравливает, он с тебя снимает утомление, твою усталость, он все это как бы на себя берет, и ты выходишь перерожденным. И вот это вот перерождение происходило с каждым, кто к нему приходил, он принимал в храме, он принимал до службы и после службы, он принимал у себя дома, и вот этот вот жертвенный человек, он и сейчас слышит нас и готов принять нас в наших молитвах, поэтому, братья и сестры, будем молиться ему и приходить к его святым мощам, чтобы молиться и ему, и его сыну, кстати, священномученику Сергию Мечову. Это наши духовные покровители, которые... Да, вот старчество, оно... Не только он на земле, вот он и на небесах слышит нас, вот как подлинный, предстоящий пред Господом старец, всецело посвященный Богу, и по молитвам отцу Алексея Мечова разрешаются скорби тех, кто открывает ему свое сердце. Святые праведные отчи Алексея, моли Бога о нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok